Вот это да! Подписываемся на Road to Film! Ты кто такой, что у тебя есть снимать кино? Паша, пешевая борода придет! Вадим, я уже здесь! Чтобы понять размер этого человека, надо стать рядом. Каждую среду в 7 часов вечера мы будем делать прямую трансляцию для подписчиков моего инстаграма, который называется Road to Film 2016. Поэтому, друзья, если вас интересуют какие-то конкретно вопросы, можете заходить в инстаграм, я отвечу вам на них в прямом эфире, а также на них ответят все. Также я на них отвечу, приму участие. Также Люба ответит, также все, кто есть на моем канале, буду приглашать разных гостей, так что приходите, будет интересно. Заходите, смотрите, комментируйте, рассказывайте всем об этом. Мы вас ждем! Тебе очень идет! Что ведь не мерил уже? Ну не заходите туда! Ну я посмотрю только, вот это парень, а! Заколку берешь, у меня сейчас есть заколка, подпусти! Раз, два, два, что не одна, что ли? Не, ну так удобно, видно все. Еще губы-то красивые! Бля, ужасно! Нет, так не пойду! Не узла, как не будешь так, не знаю, вот так, хоть одна. Два, не, как не кончишь! О, вот так, вот так! Стой, стой, вот так вот! Вот здесь пристегни! Я пристегну, дай ты это уберу! Не надо ничего убирать, вот здесь вот, вот для пальца наоборот. Все! Вот так нормально! Сочи-Мэн из Сочи! Есть Спайдермен, есть Бэтмен! Планета ААС-219, которая прилетела с Сочи-Мэн, у него фантазия? А почему фантазия? Вот ты понимаешь, что на вопрос, ты где живешь, Паша, ты можешь открыть прям дом, свой адрес, можешь обособиться городом, можешь сказать, что ты в России живешь, на земле, ну и закончим личным путем. Потому что Млечный Путь, наша родная Гавартика, диаметр которой 9500 триллионов километров, умноженный на расстояние 100 тысяч световых лет. Я думаю, что думать об этом расстоянии, это то же самое, что думать о вселенной. На секунду может стать эсофреником и не вернуться. Не, 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 минутчик, не, 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 больше, как минимум. Знаешь, в 2013 году я в Манике с Сочи-Мэн выступал вместе с Дедушкой Морозом, это в одно, а в втором, 9 февраля в Манике с Сочи-Мэн, я встречался с Путиным. Потом еще, потом. Ну, она так пахнет четко. Четко, вообще. Бля, лебо. Слышишь, ты такое ощущение, что ты родилась прямо в этой шапке. Слышишь, ты так еще красивенькая, как будто, знаешь, такие шапки меховые. Ну, так это вообще, она вообще четкая, я тебе говорю. А я вот так вот могу себе заколочить. Зачем? Зачем тебе так? Так похоже на какую-то, а вот так вообще четко. Ну, скажи, у тебя шапки можно зимой гонять легко. Да, я люблю. Да, кто-то тебе даст. Ты? Ты знаешь, что это шапка вообще? Этого... Хача. Хача, да. Хачу-хача. Ну? Хача-хачу, но. Мне кажется, я его опрокину с этой шапкой, что-то мне он не нравится, этот парень. Он просто завесился. Что ты о нем думаешь вообще? Да понтов до хера, а толку нет. Нет, да. Почему не хочешь со мной встретиться? Боится. Думаешь? Да. Амиран, боишься? Скажи честно. Амиран, почему не хочешь встретиться с Павлом и забрать шапку? А он не смотрит, Павел. Думаешь? Конечно нет. У него дело в пак горло. Что у него дела? Да сидит в Ютубе целый день комментарий, мы его додаем. О? Ну. А ты куда ты знаешь? Может, я его... Я комментарий остыдаю, раз нету. Куда он взялся? Алёна, пой. Осень, золотые листопады, и чего другого мне не надо. Что там Вадим говорил? Да приходил. А что, он тебе звонит? Нет, ну ты же говорила, хочешь звонить. Ну, ты ушёл, камеру тогда не взял, он на гриф посадил двух девок, меня в том числе. Так. И жалок в груди. Ты меня пугаешь, на какой гриф он посадил вас? На твой? Люба, короче, ты знаешь, что сегодня вечером будет у нас челлендж? Челлендж? Я тебе буду давать задания, а ты будешь их выполнять. Это ж какие задания, что ж мне готовить? Короче, задания... Вопрос-ответ? Нет. Физические упражнения? Вопрос-ответ? Я думаю, не стоит. Физические. Физические? Буду давать тебе задания по спорту чисто. Договорились, road to film. Мы готовы выполнять ваши семьи и выводить. И тут вот невозможно было никакое строительство, потому что сваи уходили в болото, в свою местность. И поэтому строители приняли решение 6 метров бетонной плиты. Вот здесь во всем этом парке. И вот здесь мы сейчас нададем наверх, это хорошо видно. Вот. Не горящий сейчас олимпийский аквел. За нами прославленная Керлинг-арена. Вот здесь проходят концерты, ну, скажем, там, Камеди Клаб или Тимати, или там Ленинград. Так, друзья, смотрите, какое красивое место. Я первый раз ночью нахожусь в Олимпийском парке. Серьезно? Да. Днем был, но ночью такую иллюминацию я еще не видел. Дворец спорта большой, 12 тысяч людей. А вот это называется стадион Фишт, да? Да, строят все футбольные. Вот это Сочи парк светится, там ярко. Да, Сочи парк. А вот это вот что? Вот это трасса Формулы-1, я так понимаю. Это самый большой человек в мире? Конечно. Почему? Вы это не видите, что ли? Я не вижу, я только слышу по голосу. Ты должна услышать? Услышать? Ты где сейчас находишься, большой человек? Я еду в Витебск. А почему ты туда едешь? Зачем? Ну, идти тренировать там, тренируюсь. Ты сегодня придешь ко мне в зал к 7 часам? Ну, я не знаю еще, если ты успеешь. Нужно, чтобы ты пришел. Зачем? Я хочу, чтобы мы кое-что сняли. Чего ты начинаешь? Русики. Русики. Вадик, ты дурак? Ой-ой-ой, любая вещь, что тебе слово нельзя слышать. Она еще маленькая девочка. Вадик, успокойся. Ну, как ты мог про меня такое подумать? Ты позор. Вадик, ну не надо смешить меня. Ты же знаешь, что я эти подкупки не люблю. Паша пришил, и борода придет? Я уже, Вадим, я уже здесь. Он уже тут пришел. Я уже здесь, Вадим. Ну, мы снимать будем, ты мне скажи. Что будем снимать, Вадик? Что ты... Трусики, трусики. Ой, ну, Паша, приезжай к Симе, мы тут все снимем. Ладно, когда я подъеду, хорошо. Все, Вадим, Паша, пляшивая борода тебя ждет. Паша, пляшивая борода. Паша, пляшивая борода. Хорошо, а ждите, давай. Да где мне борода пришел? Что за фигня? Играет команда Витязь и команда Сочи. Сочи в синей форме. Подмосковный Чехов только что забил к сочинскому клубу Шайбер. Весели Александра, это президент сочинской хоккейной лиги. Сейчас буду задавать ему каверзные вопросы по поводу счета. 4-0. Почему Сочи проигрывает? Не до настроя, видимо, сказался. Может быть, пауза как-то не пошла на пользу нашим хоккеистам. В отличие от хоккеистов, видели. Но еще играть два периода, игра покажет. То есть не все потеряно еще? Ну, это хоккей. Тут не может быть все потеряно. Можно за одну минуту решить. Болеем за осочин. Давай пять, Саня. Желаю удачи вам. Тренируй пацанов там своих, чтобы они нас радовали, а не разочаровывались. Еще есть три. Приходите. У нас Александр Григорьевич, он хоккей вообще подделал. Ну, конечно, это известный факт. Да? Конечно. На Средовый дворец в каждом городе. Дети рождаются уже с коньками. Вот вдумайтесь. Реально. Вот ребенок рождаются... От государства? Коньки? Да. Или в коньках сразу рождаются. Это на генетическом уровне заложено. Это в Белоруссии. В Белоруссии. Малой рождается, пацаненок, все, коньки на ногах уже одеты. Естественным способом, все. Путем естественного отбора, скажем так. Поэтому закупайте у нас, игроков. Да, кстати, еще есть такое дело. Вот такой челлендж хочу объявить. Вот Любе задания надо давать какие-то. Мне кажется, ну, она так, ну, немножко... Времени, короче, у нее много свободно. Надо какие-то задания давать ей. Придумайте ей задания, пишите в комментариях. Ну, а я буду ей давать эти задания, короче. А ты пошла и будешь задания, Кенч? Нет. Ну что, не будешь? Нет, конечно, даже мысли гоните прочь. Да? Да, нет. Ни в коем случае. Ничего сразу ничего не получится. Конечно, дать. Ладно, на. Ой, да. Луба, ты такая проблемная. Я проблема. Давай, тянем ее. Быстро. Оп. Знаешь что? Надо пристегнуть его вот так. Чтобы платочка не было, видать. Борщерка. Это я такой, да? Из зеркала глянь. Это ты такой. Это я такой, да? Скажите, как я работаю. Я помню, как топ модель. По-американски. Что? Что ты? Топ модель. По-американски. Сочи! Сочи! Он во Вьетнаме. Ты почаще в нас бываешь. Мои личные вещи лежат. Я никому сумку сегодня покажу. Что ты там носишь? Что нужно и что не нужно. Понятно? В следующий раз. Друзья, если кому интересно, что Люба носит в сумке, пишите. Да? Люба, ты покажешь подписчикам, что в сумке носишь? Да, если они захотят это. Люба, положите телефон. Подожди! Нет, вы видите, как она с подписчиками общается, со мной уже все. Я слушаю тебя. Ну, потом ты ответишь им. Да, про тебя тема идет, Паша. Что за тема? Никак. Ты сделаешь, что-то базара нет. Просто никто не увидит. Это надо понимать просто. И ты, если у тебя хорошо форма сидит летческая, не обязательно что-то заводить самолет. Просто хорошо сидит форма. Это просто вывод о том, что много людей, да и ты сам не будешь понимать, в чем дело. Как строится кадр. Строение кадра, композиции. Что ты оператору сказал? Что ты понимаешь? Или будешь просто таким гением. Мне не нравится, мне не нравится. Смотри, какая у меня ситуация. То есть, как я хочу это сделать. У меня есть история, которую я хочу рассказать. На этом все. Дальнейшая моя идея – собрать команду творческих людей. Ну, вот я тебе говорю, что я тебе специально говорю. Если бы все так, как ты хочешь, сделай дом, вообще простой. Хорошая идея. Я просто знаю реальные вещи. У меня один человек приехал из Ростова. Говорит, 10 лет назад. Говорит, ты что собираешься делать в Москве? Я хочу быть президентом России. Мне такие вещи не удивляют. Ну, прошло 10 лет. По-прежнему президент как бы не он. Понимаешь? Ну и что? Для чего тогда заявления такие делать? Просто для того, чтобы Поляну эту привлечь к себе. Ее внимание, для Поляну. Ну, правда, нужно быть каким-то неужрядным типом. Понимаешь? Причем еще раз. Со всеми… Обычно такие вещи, получается, у людей типа стран. Понимаешь? Они вообще… Свободно взять. Тебе пытаются вот надо денег достать. Какое количество денег доведить. У каждого… А есть еще раз у каждого человека. Ну, нет уже варианта у меня другого. То есть, ну… Отказаться сейчас на данном этапе… Ну, конечно. Лучше отказаться, потому что бессмысленно. Вадим, здорово. Друзья, знакомьтесь. Вот тот самый человек, о котором мы сегодня с Любой разговаривали днем. Зовут его Вадим. Ну, ты ставь всю жизнь. Чтобы понять размер этого человека, надо стать рядом, короче. Он не такой уж и большой. Сколько ты весишь? 145 еще. 145 килограмм – еще. Еще. А что еще? Еще. Ты еще растешь, что ли? Еще пока, да. А к соревнованиям сколько собираешься? Ну, 150 хотя бы. 150? Хотя бы. 150 килограмм? Да. Да. Да, Паша, да. Повалится? Конечно, повалишь. Да? Конечно. Да, друзья. Самый большой человек у нас в Белоруссии. Самый сильный человек у нас в Белоруссии. Давай, скажи что у нас. Быстрее. Дорогие подписчики. Очень приятно то, что вы… Все, я понял. Отказаться или снимать такое кино, которое никто не четко кроме тебя, понимаешь? Потому что бомбу снять нереально в связи с отсутствием тех финансов, которые говорили, что я достану финансов. Ну, и завтра, и завтра. После завтра ничего не изменится. Через месяц ничего не изменится. Понимаешь? Ты не знаешь, как ты отражаешься на этих врачках. Сидишь и отражаешь беспонтово. Понимаешь? Два, Паша. Левый и правый. Вот здесь вот уже фишка заключается в споре двух фраз Константина Сергеевского сказского. Он сказал, люби не себя в искусстве, а искусство в себе. А если ты искусство в себе любишь? Ну, слушай, а зачем ты кому-то захочешь, что у тебя хороший фильм? Ты знаешь, что у тебя хороший фильм? Конечно, знаю. Все закончено на этом. Потому что все другое – тьма. Хороший совет, Сергей. Да, 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 да. Это просто серьезно. Потому что, ну, просто я вижу, какие обознанные лица с людьми, которые занимаются. Потому что за натурой конкуренция. Все, друзья, с сегодняшнего дня я прощаюсь со всеми. Канал закрываю. И дальше никаких действий я не делаю. Позад дело хорошее. Слушай, а давай что-нибудь серьезное вообще забудем? Давай. Забудем. Ты готов? К серьезному? К чему-нибудь серьезному? Ну, через месяцок буду готов. Сейчас еще не особо в форме. Да? Да. Слушай, а давай знаешь, как попробуем? Давай сейчас вот посмотрим, что ты нам покажешь там, так? И попросим подписчиков, чтобы они тебе дали какое-нибудь задание. Может они что-нибудь серьезное? Да, пускай, да. Ты согласен? А ты согласен? Конечно. Договорились? Да. Все. Все. Слушай, а Вадим, а чем занимаешься вообще в жизни? Тренируешь людей? Да. Тренируешь людей? На профессиональном уровне готовятся? Конечно. В соревновании готовятся люди. Да? Да. Много у тебя? Много. Учеников? Чем-то 15. А сам вообще сколько занимаешься? С 1998 года. Скоро 20 лет будет. 20 лет. День в день? Ну, не совсем день-день. Были какие-то паузы. Не, ну так, в принципе, да. 19 лет. Ты реально самый сильный в Беларуси у нас? Не, ну как самый сильный? Я сильный в экипировке, без экипировки. Мои рекорды стоят в лифтинге. Есть еще силовой экстрим. Я там сейчас не выступаю. Там свои сильные люди. Понимаешь? Какое-то, кажется, сопрение. Самый сильный, это относительное понятие. А я вот, кто-то мне говорил, что ты, короче, как-то подожди. Ты первый человек в Беларуси, который собрал тонну. Да, первый человек. Еще пока не побил. Собрал тонну, это значит, собрал тонна 25 в трех упражнениях. Жим, становая тяга. Ну, это не так уж и много, но в Беларуси еще пока никто не собирал. Да? Слушай, ну а какие вообще планы у тебя на жизнь, как бы? Ну, готовишься, может, на соревнования? Что у тебя вообще? Ну, готовимся пока на соревнования. Набираю форму. Не знаю, пока долгоидущих планов. Планы есть. Озвучивать пока не буду. Ну, посмотрим. Нет уже озвучек. Ну, куда готовишься? Готовимся к первой соревнованиям чемпионат Беларуси. В мае месяце. Если успею к ним набрать форму, то поеду. Не успею, значит, будем смотреть по форме, когда она будет, и что-то выбираться. Может, что-то за рубежом. А куда именно хочешь? Ну, чемпионат Европы какой-нибудь. Да? Смотрим. Будем болеть за тебя. Ты кто такой, что тебе снимать кино? Ты представляешь, какое количество людей, ну, как бы, закончили театральные институты, ГИКи, ну, там, практику имеем. Тебе просто от того, что у него есть хорошая идея, ну, и что? Ну, а они, а они... Ну, почему ты меня просил, потом печатываешь или не печатываешь? Не совесть нет для этого и не заканчиваешь аудиторию. Потому что я бумагу мараю там для себя лично. Это моя личная проблема. Хочется, пиши. Хочется, стекла бей. Ничего, понимаешь? Ну, ты же не есть персонал. Я сейчас пойду и говорю, давай я поменяю профессию кинорежиссера на профессию летчика. Я с тобой с удовольствием полечу, чтобы потом смотреть в глаза как-то разбил меня. Зачем ты это сделал? Какие законы? Ты знаешь вообще? Это история кино. Это история кино. Чем отличается искусство Таирова, искусство Мерхольда? Ну, в чем дело? Кто такая Алиса Кована? Михаил Чехов, чем отличается Таниславского? Люба, короче, специальная для канала Road to Film сейчас будет выполнять смертельный номер. Натого? Как? Я боюсь. Ну, пойдем вот так. Иван, не пусть. Вадик, мне реально страшно. Тут сейчас барбанную дробь такую надо... А сколько она весит? Слушай, Люба, какой у тебя вес? Не скажу. Нет, судя по лицу у Адима, ты, наверное, весишь килограмм сто, как мне показалось. Слушай, ну Люба такая, походу, нелегкая, да? Да нет, ну просто неудобно. Неудобно? Я не так часто подумаю кого-то. Слушай, ну примерно по весу сколько она? Ну, 67. Ничего себе. Серьезно? Нет, ну это немного, что я, тот вокал. Слушай, да? О, моя самолюбка мне, нет, серьезно. Серьезно, серьезно, нет стуки Люба. Я понял. Поэтому человека немножко неудобно поднимать, нежели там снаряд какой-то. Короче, задание тебе сейчас сесть на шпагат. Можешь? Это может и за задание. Все? Ну давай. Только в коридоре. За мной, неси шапку. Неси шапку. А чего я? Женщина или за шапку. А, женщина. Ну, да где ты все? Владик, акуров, подожди. Ты сильно начинаешь жестко. Давай, а куда это? Ты ничего не треслешь? Да куда, говорит? До потолка. А маленькая? Да. Вот это да. Люба, как ты себя чувствуешь? Владимир, а это ты как себя чувствуешь? А мне-то чего? Подписываемся на Road to Film. И потом я говорю, что Армин Борисович Жирканя от такого типа, кто посмотрит, скажет, слушай, вот зачем ты, кто вообще? И он же будет прав на этом дело. Он же ничего плохого не хочет. Он хочет работать такими же, как самым, как он. Ты ему как объяснишь? Ты ему что скажешь, когда с актером будешь работать? Он актер. Что ты скажешь? Не верю, как с Неславским? Или что он добавил какую-то мышечную динамики на лице? Или интенсационные странности изменял? Или чего? Фильм, который я буду снимать, называется «Сизый дым». И я обязательно тебя приглашу на премьеру. Договорились? Да, сейчас мы сделаем первую рекламу «Сизый дым». Давай. Чувствуется потенциал, мне кажется, что зрители оценят. Так что, народ, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы вообще думаете по поводу вот этого вот... Я же не знаю, как назвать эту скалу Алеша Поповича. Так что ждем от вас комментарии. Понравился вам, Вадим, не понравился. И давайте придумаем ему какое-то задание. Ставить цели и идти к ним, несмотря ни на что. Все, красава, Вадим. Давай, опять. Приятно было познакомиться с тобой. Подожди, мы с тобой знакомы, да, Ваша? Зачем ты так? Ну, все, что в Пану... Выйдал, да. Это самое. Ну, я имею в виду познакомить тебя со зрителями было приятно. И, ну, это... Ну, что, это не последнее видео, еще что-нибудь снимем. Самое интересное впереди. И, может быть, что-то из подготовки к соревнованиям кого-то зацепить будет интересно. Нормально. Мне кажется, я бы тебя поборю поборю. Мне тоже так кажется. Ты чувствуешь, да, потенциал? Конечно. Я видел по Вадиму, что ему нелегко было. Да я пушинка. Открой секрет, сколько у тебя есть пушинка? Пушинка килограмм 120, наверное, да? Да нет, у меня мышечная масса. Да? Да. Ну, скажи, сколько ты весишь? Ну, прям интересно всем. 80? Нет. Нет. Маш? My secret. My secret. Судя по лицу Вадима... Просто Вадим не сильно подготовился к этому упражнению. Да, нет. Мне кажется, это в тебе дело. Люба, ну, если ты еще тренируешься, когда мы тебя будем толкать, ты хотя бы не ешь. Да я не кушаю. Хорошо? Да. Это, Вадим, что-то я за мной переживаю. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok